Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами говорим о современном российском кино в студии Екатерина Орлова и Михаил Кириллов. И у нас гость сегодня Алексей Петрухин, кинопродюсер и автор сценария фильма «Вий». Доброе утро, доброе утро. Доброе утро. Подскажите, вот, Алексей, как вообще вы работали над фильмом «Вий»? То есть он был, это, я так понимаю, не тот старый советский фильм, а вот который уже новый, да? Вот расскажите, что, как происходила работа? Нет, конечно, когда мы задумали создать картину «Вий», сегодняшние технологии, они, конечно, позволяют сделать картину другого уровня, нежели тот фильм 67-го года. Но, тем не менее, понимали прекрасно, что сравнение не избежать и заниматься что-то, придумывать другое было не нужно. Второе, что побудило вообще этим заняться, это то, что Гоголь, вообще написав повесть «Вий», Белинский, достаточно много оттуда удалил и вырезал. Причем это, наверное, добрая половина вообще этой повести. Кто вырезал? Белинский. Белинский Виссарион, который критик. Человек, который публиковал и раскручивал в то время, такой промоутер был у наших сегодняшних уже классиков, вот, и в том числе у Гоголя. И то, что он удалил, это как раз то самое спорное, конфликтное, острое и в то время, и в сегодняшнее время. Ведь Гоголь глубоко верующий человек. И он писал на такую тему между строк все связанное с тем, что люди, закончившие духовные семинарии, которые одевают рясы, сразу в себе чувствуют власть. То есть, ну, понимаете, немного как бы путают свое предназначение в этом мире. И он это так очень деликатно через рассказы, которые матушка рассказывала, эти славянская мифология, все-таки «Вий» – это непридуманная Гоголем. «Вий» – это наша славянская мифология, точнее, даже не мифология, это язычество. Это чернобог, который там живет в топях болот, и у нее своя миссия – она охраняет мир мертвых, мир живых между ними, чтобы те сюда, те туда правильно переправлялись, как говорится. Кстати, во всех странах, почти во всех странах, мы когда окунулись изучать, существуют свои вот эти священные, там, у кого боги, в Китае драконы, но у которых есть свои предназначения, очень похожие с «Вий». Вот, и третье, конечно, мы понимали, что слово «Вий» знает вообще 100%, каждая, как говорится, каждая скотина домашняя и то знает, что такое «Вий». Вот, но, кстати, когда стали изучать, опрашивать, то, знаете, чем столкнулись? Тем, что 70%, я помню, 73% опрошенных знают «Вий» и знают «Гоголя». Ну, не знают, что «Вий» – это повесть «Гоголя». Что эти вещи связаны между собой. Я признаюсь честно, я тоже об этом не знал. Это вызывает улыбку, как бы, ну, я имею в виду наше поколение, во всех случаях, я думаю, как понять, не знаю, думаю, а как вы вопросы, когда те, кто проводили вот этот вот опрос, мне казалось, что это некая ошибка, ну, как понять, ты не знаешь «Вий», что это «Гоголь» написал повесть. Думают, что «Вий» – это писатель какой-то, да? Второе, многие говорят, а вы читали повесть «Вий», ты говоришь, все отвечают сразу, да, читали. А когда говоришь, хорошо, но вот это, и ты понимаешь, что они все думают, что читали, потому что это в школе и потому что смотрели кино. А вот, а реально не читали, потому что разница очень большая в строчках, в том, что есть. Вот, собственно говоря, решили показать. Но когда мы сняли «Вий» по классике, по «Гоголю», увидели, что все равно это получается ремейк, но с таким большим, конечно, там компьютерные спецэффекты, персонажи, все это дорого, но не получается донести все-таки эту мысль, вот раскрыть то, что имел в виду «Гоголь». Какое-то у нас возникло опасение, а у нас уже в планах была вторая часть, которую мы назвали «От Трансильвании до Московии». Это исторический персонаж, военный картограф французский Гийом Левасер де Баплан. Он сделал книгу «От Трансильвании до Московии» по заказу Петра Первого, карты писал. И мы сделали так, что этот персонаж попадает в этот хутор, где происходили эти действия, как бы год спустя, и расследует. Ну, то есть, пытается объяснить, потому что у Гоголя же как закончилось, куда хама делся, когда его товарищи обсуждали, церковь заколотили, она вся заросла, да, то есть, как бы было так. Вот он приходит, ее разрубает, и чтобы посмотреть, что внутри, это очень интересно. Вот, и мы приняли решение эти, для нас как бы два фильма объединить в один. И вот то, что мы объединили, получился тот самый Ви в 2014 году, который вышел, и до сегодняшнего дня это рекорд кассовый, ну, то есть, по количеству зрителей, там, рекорд первого уикенда и прочее. Это к чему я говорю, к тому, что интерес колоссальной классики. Сколько людей узнали, что Гоголь – Ви, сколько людей перечитали книгу, потому что очень интересно, причем видят картографа, и хочется читать книгу. А в книге-то его нет, конечно, у Гоголя. И, получается, таким образом побудили вот этот интерес. Ну, действительно ли это интерес? Может быть, это больше интерес к блокбастерам, а не к классике? Потому что бывает, что снимают по классическим произведениям, потом… Оно связано, связано. Нет, конечно… Ну, смотрите, потом благополучно про это забывают. Вы знаете, конечно, да, конечно, Голиусское кино уже воспитало, сколько у нас там, если говорить про Россию, там, четыре поколения, именно воспитывает так, чтобы не читать ни свою культуру, ни свою классику. Преподносится вот этот жанр, ритм, киношный монтаж, который усваивается очень легко, но он отбивает вообще какое-либо желание читать, узнавать что-то другое, новое, потому что возникает ощущение, посмотрел кино, уже и так, знаешь, много. А это и есть то самое страшное, что нам несет оттуда кино через развлечения, через якобы искусство. Ну, и, в общем, здесь с утра говорить о политике, наверное, не очень правильно. Поэтому давайте лучше вопросы… А вообще было ли опасение перед тем, как снимать ВИЧ, что это будет, ну, как провально, что ли, что… Наоборот, была абсолютная уверенность, что это будет не провально, это будет очень интересно, и поэтому мы не боялись занимать деньги, брать кредиты, брать инвестиции, потому что абсолютно уверенность была, да. С точки зрения… Частый вопрос мистический, конечно, но Паночка очень переживала. Это Ольга Зайцева, актриса, которой пришлось сыграть, она боялась повторить судьбу в Орлее, про которую тоже много рассказывали, хотя, если правильно, если вы сейчас поговорите с Натальей в Орлее или еще что-то, то этот фильм как раз принес ей всемирную вообще популярность, известность. Другое дело, уже много разговоров, что дальше она больше ни где не снималась или еще что-то, нет, но это уже ее личное было дело, это именно фильм-то и дал ей как раз огромный старт. То есть это так, преподнесли просто, да? А Куравлев, ну, Куравлев… Нет, повторить судьбу в Орлее – это не страшно, она прекрасная актриса, наоборот, было бы хорошо хоть немного приблизиться именно к такому уровню. Ну, знаете, мистика, это же кто чего боится, то с тем и происходит. Это вот из этого разряда, поэтому если ты, как говорится, живешь в своем ключе, ты там веришь, понимаешь, уверен, это твое. Если у тебя есть твои страхи, они же всегда проявляются обязательно, поэтому мы не боялись, да, мы не боялись, хотя было много нюансов, все-таки мы… Были ли какие-то мистические, вот такие на съемках, в процессе, что-то такое? Ничего такого не было, то есть это все все-таки преподносится? Мы сейчас полностью в производстве заканчиваем второй вий, поэтому сейчас впечатления, ощущения от нового гораздо больше, и те уже так затираются. И вот, ну, сказать так ярко, как бы меня сейчас спросили, три года назад об этом, конечно, там было очень многое. Мы 19 дней провели в церкви, которую специально построили, в которой паночка, кстати, Ольга, в гробу, когда ложилась, цветами надо же было все ухаживать. Вот я к чему, чтобы боялся, не боялся. И перерыв какой-то, если небольшой на обед, то она предпочитала остаться, подремать просто, чтобы не вставать зря, а потом опять полчаса не укладываться в эту историю. Вот, так что это… Не, достаточно интересно, много было, конечно, все это… Мы специально писали музыку, чтобы атмосферу, сколько свечей пережгли, вообще все это. Ну, сейчас же технологии другие. Сейчас в съемке больше зеленки вокруг. То есть хромакей, который, да, потом все на графике рисует. Поэтому вот такого, чтобы там яркого ощущения создать атмосферу здесь, больше было такой труд очень внимательный, точный, где правильные крестики поставить, чтобы потом компьютерную графику совмещать. А вот ВИИ-2, вот вы сказали, да, это про что там? Кстати, мы вчера в Новосибирске, первый раз вообще, жители Новосибирска, первыми вообще в стране увидели несколько сцен, где Арнольд Шварценеггер поединок с Джеки Чаном. Там, то есть в фильме ВИИ-2 будут голливудские актеры, да? Конечно, да. ВИИ-2, он называется правильно «Тайна печати дракона. Путешествие в Китай». В народе ВИИ-2. Интересно. Но об этих подробностях, о голливудских актерах и откуда же взялся дракон в повести ВИИ, мы поговорим после небольшого перерыва. Мы продолжаем наш разговор о современном российском кино. У нас в гостях Алексей Петрухин, кинопродюсер и сценарист фильма ВИИ. Алексей, расскажите, как так получилось, что в фильме ВИИ по повести Гоголя появляется дракон, появляется путешествие Китая и вообще почему ВИИ-2? Откуда это все возникло? ВИИ-2 это уже как бы в народе, как франшиза, так уже в кино можно модно говорить. Конечно, это уже не по Гоголю. Конечно, Гоголь не писал там ВИИ-2 или путешествие в Китай. Это уже, еще раз повторяюсь, как бренд пошло. Фильм называется «Тайна печати дракона. Путешествие в Китай». Но это уже не связано с ВИИ? В китайской мифологии, точнее даже не мифологии, у них есть священное, их драконы для них это божественное существо. А драконов несколько. И у дракона, у одного из драконов, Лун Ван, у него точно такое же описание и предназначение его функции вообще в миросоздании. Как и у ВИИ. У него ресницы, которые, когда он спит, прорастают через землю. Это, кстати, так, чай появился, легенда о чае. Это именно ресницы дракона, которые проросли, и вот эти кончики, листочки собирают. Это лекарственный напиток с древних времен, белые маги, черные маги. Все это в Китае существует. Когда ты читаешь, ты понимаешь, что ты читаешь, как будто они взяли нашу повесть там ВИИ, условно свою, и перенесли ее просто на дракона. То есть очень похоже. Поэтому мы приняли решение, что наш путешественник может ехать в Китай. Китай всегда интересен не только нашей стране, а вообще как бы всему миру, вся их культура. И вот этот обмен культурами наши казаки попадают в Китай, спасают этого путешественника, который там вляпался в очередные переделки с драконами, с черными магами, белыми магами. И все это настолько сначала зацепило Джеки Чана. Именно так Джеки Чан, который в картине принимает одну из важных ролей, играет. Он также является и сопродюсером картины, мы с ним партнеры. Ну, потому что вы понимаете, что на международный масштаб денег российских наших не хватает, да. И Джеки пошел в то, что в такой же риск с нами вместе инвестировал. Мы с ним подумали, а кого бы пригласить на... Есть одна еще ключевая роль, противостояние, которая будет в роли Джеки Чану. И вот по статусу он легенда. Кто у нас вторая легенда в мире? Арнольд Шварценгер. И мы пригласили. Это мечта детства у меня была вообще соединить этих двух людей и заставить их подраться. То есть там они будут драться? Ох, это будет очень, да, это очень большая сцена, долгая. Так, чтобы зритель... Мы ее довели до такого абсурда, что зритель будет уже просто смеяться, устанет смотреть. И вы говорите, слушайте, ну хватит же. Одному 70, другому 62, уже 63. Взяли двух стариков, да, между собой. Двух стариков, но эти старики фору нам дадут, все вместе взятым. Вот, это были потрясающие дни. Также у нас в картине Чарльз Дэнс. Это Ланнистер из «Игры престолов». Да, он перешел из первого ВИИ. У нас Кристофер Хайрбэнк, это «Пираты Карибского моря». У нас одна из ключевых ролей Мартин Клеба. Это маленький карлик, лысый из «Пиратов Карибского моря». Если помните, во всех пяти частях он участвует. Так в основном будут голливудские актеры в этом фильме? Нет, конечно, наш. Андрей Мезликен, Саша Робок, Юра Колокольников, тоже все звезды. Китайские звезды, причем звезды первой величины. Мали, я понимаю, эти имена ничего не говорят в России, но в Китае это легенды тоже. То есть у Джеки Чанова команда. Вот получился такой мега-интернациональный фильм. История и сюжет основаны на четырех легендах. Одна из них наша, в том числе про ВИИ, про казаков. Поэтому это будет такое очень путешествие увлекательное для зрителя. Конечно, мы думаем о зрителе, все ошибки свои учли прошлые. И вот презентовали в Новосибирске материалы. Это, в общем, реакции зрителей. Это то, что вдохновляет сразу. А, кстати, идеи связаны с классикой, и, впрочем, вообще очень много витает. И мы здесь же провели... Я присутствовал на питчинге. Питчинг – это такое новое модное слово, которое у нас внедряется в два года последних в нашу такой становленность, в киноиндустрию, которая только начинает восстанавливаться, скажем так. Это презентация, презентация собственных идей, проектов, экспертам, кинопродюсерам, режиссерам. То есть кто-то приходит и ищет просто деньги для своей картины, кто-то ищет себе команду, кто-то ищет продюсера, кто-то ищет режиссера. Кто-то просто хочет заявить, что собирается это делать и ждет любых других предложений встречных. Поэтому это такой шанс молодым кимитографистам, ну, не обязательно молодым, состоявшимся тоже, реализовать свою мечту, свою идею. Дается действительно, когда там 23 заявки, в Новосибирске было здесь 23 заявки. Это колоссальное количество. Если, представляете, каждому просто по 5 минут дать даже высказаться, это 2 часа в ряду. А еще потом возникают же вопросы, каждый из экспертов хочет спросить, а вот что это. И твоя задача выйти очень коротко. Если ты любишь идей, если ты горишь, у тебя нет никакой проблемы. Часто бывает, люди напишут, вроде как она есть история, а вот ты говоришь, о чем кино-то. И начинается долгий часовой рассказ. А ведь все можно всегда сформулировать коротко. И вот это вот умение подготовиться, презентовать, рассказать, зачем ты это делаешь, что ты хочешь от зрителя, какую реакцию хочешь получить. Если твоя картина, если твоя идея несет в себе основные функции, которые должно нести кино, а это образование, вдохновение, объединение, ну или пусть это будет архив истории, культуры или традиции какой-то, то это всегда вызывает интерес у любых продюсеров, режиссеров, потому что есть раз, что делать. Ну а тут все-таки, где место Гоголю вот во всей этой сборной солянки? Это все равно ВИИ-2 действительно? Поверьте, Гоголю место есть везде. Гоголь в нашей жизни. Как вы считаете, как бы отнесся Гоголь к тому, что сейчас голливудские актеры снимаются в его... И то, что творят под его именем. Поэтому он классик, поэтому все вещи, написанные им, это нетленки так называемые. Поэтому, когда мы выпускали первое ВИИ, и появились фразы о том, что Гоголь в горобу перевернулся, да, я всегда на это отвечал, и слава богу, что хотя бы вспоминаем, помним, и поколение сейчас новое обратится, увидит, узнает и наведет справки, хоть кто такой Гоголь, что это не Гугл, который мы неправильно говорим, к сожалению, да. Но есть же такое. Поэтому сейчас вот Саша Цикала также выпустил картину «Гоголь. Начало». А его жизнь уже автобиографическая, которая идет, это тоже правильная история. Тоже такая ненормативная классика, как они ее позиционируют. То есть немножко позволили какие-то вольности дать. Опять же, то, что о Гоголе рассказывали, насколько он там мистический был как человек, видение его, все эти истории, все это тоже показали на экране. Но это хорошо, это хотя бы молодежь обращает, ну, показывает, что есть Гоголь. Сейчас мы делаем по Достоевскому картину «Преступление и наказание», но в стиле Гая Ричи. То есть, с одной стороны, кажется, опять же, ну что же вы делаете с классикой? Но мы нет, мы очень бережно с ней. Глазами Дуни Раскольниковой. Берем, рассказываем историю Родиона Раскольникова, ее брата, который перестал писать письма. Ну, мы знаем, что он на каторгу отправили. А Дуня перестала получать письма. У нее сестра живала, он же сестре писал письма всегда. И она едет его в Питер искать. И вот, собственно говоря, всю историю расследует сначала до конца. А теперь только представить этот стиль Гая Ричи, представить, что Дуня Раскольникова владеет Саббатом. Ну, это французский уличный бой. И, соответственно, натыкается на все те вещи, все то, что сказали. А еще в то время, если вы знаете, Менделеев возглавлял, тот самый Менделеев, большой ученый, которому таблица приснилась. Он возглавлял спиритическое общество России в то время. Спиритическое общество. Они сеансы спиритизма производили, вызывали духов и продавали это за деньги. То есть, если вам, например, хочется вашего родственника, который умер, что-то спросить или что-то вы забыли, или поговорить, узнать, не знаю, куда он там закопал какую-то нычку, сделал или еще что-то, вы приходите, вы платили деньги, одевали вам там медные тазики на голову. Ну, я так уже утрирую, естественно. Но, собственно говоря, проводили спиритический сеанс, и вам вызывали духа вашего умершего родственника, и вы могли спросить любой вопрос у него. Не всегда это получалось, наверное, но деньги вы платили. Вот такой был Менделеев. Тоже интересно расследовать, посмотреть, да, и вот это все соединить. Алексей, вот вы говорите, важно привлечь молодежь, классики. А нет опасения такого весьма очевидного, то, что дети и молодежь посмотрят фильм, снятый в стиле Гая Ричи, и так и будут воспринимать Достоевского. То есть, в итоге это получится не классик. А мы попробовали. Вы знаете, когда прочитали, молодой человек прочитал сценарий, в голове сложил себе всю историю, а потом он прочитал, захотел посмотреть 600 страниц Достоевского, вот эту толстую книгу, где очень много философии, рассуждений, вот эти знаменитые монологи. И он ее читал уже по-другому, с другим интересом. То есть, у него было гораздо интереснее ему это все воспринимать и читать. Поэтому не боимся, а наоборот. Мне кажется, это надо делать, потому что, я еще раз говорю, четыре поколения уже воспитаны на голливудском кино, которые только одно пропагандируют, что есть одна держава на том континенте, которая самая великая и могучая, это рай на земле. Хотя мы знаем, что действительно... Ну, наша держава тоже такое любит, не будем скрывать. И правильно делает, но надо свое общество объединять и вдохновлять. Друзья, читайте классику, смотрите хорошее кино. С вами была Екатерина Орлова. И Михаил Кириллов. И у нас в гостях, напоминаю, был Алексей Петрухин, московский продюсер, режиссер, автор сценария и так далее. Слово «московский», конечно, не очень правильно. Не очень правильно. Слово «московский»